Девочки три. Она видит у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Девочки шесть. На коленках у папы удобно. Он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как еж, как мишка огромный. Папа умеет и знает вообще все на свете. Девочки десять. Ее захотелось помаду. Сперло у мамы, накрасила розовым губы. Папа ругался, кричал, что так делать не надо. Папа умеет бывать сердитым и грубым. Девочке скоро пятнадцать. Она повзрослела. В сумочке бачка СФ в потаенном кармане. Папа вчера предложил покататься на шее. Девочка фыркнула. Ты же не выдержишь, старый. Девочка курит в окно и отрезала челку. Девочка хочет тату в Египет с подружкой. Папа зачем-то достал новогоднюю елку. Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке двадцать. Она ночевала не дома. Папа звонил раз в пятьсот или может быть больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью. Утром приехала. Папа кричал и ругался. Девочка злилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая. Так говорит ее паспорт. Девочка может бывать где захочет ночами. Девочка замужем. Видеться с папой нечасто. Папа седой подарил ей большую конфету. Папа сегодня немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке тридцать. Ей хочется к папе на шею. Хочется елку, конфету и розовый бантик. Девочка видит, как мама и папа стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала и плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочка хочет хоть на день вернуться в начало. Девочка хочет домой и хочет к папе на ручки. Но девочка женщина. С красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы. Папа звонил и постарчески жалобно плакал. В ночь увезли на карете в больницу их маму. Мама поправилась. Девочка ходит по кухне. Пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что все обязательно рухнет. Девочке хочется взять и сбежать без оглядки. В мир, где умеют назад поворачивать время. Где исполняются в лед все мечты и капризы. Дена едет, как в детстве, у папы на шее. И ей все видно совсем по-другому, чем снизу. Редактор субтитров А.Семкин